Когда современные игры начинают занимать большую часть места на диске, перестают работать без интернета, а то и вовсе навязывают покупку ненужных внутриигровых вещей, невольно вспоминаешь о более простых временах. Сегодня поговорим о портативных консолях, способных запускать ретро-игры, а также обратим внимание на их различия. Начнем с самой доступной модели. Управление классическое для 8-битной приставки, две кнопки действия, две турбо-кнопки, крестовина в виде круга, старт и селект, клавиша перезагрузки, а также небольшой динамик. Сверху расположен тумблер включения, а снизу разъем джек 2.5 для подключения к телевизору и микро-USB порт для зарядки. Аккумулятор несъемный, по заявлениям производителя его хватит на 5 часов игры. На левом торце находятся кнопки регулировки громкости. Настраивать ее придется при каждой перезагрузке устройства. По умолчанию звук выставлен на максимум. Цветопередача и углы обзора вполне соответствуют стоимости устройства. В левом углу расположен небольшой индикатор, сообщающий о включении либо зарядке устройства. На борту уже установлена масса игр, но, как и в случае с картриджами-многоигровками из 90-х, их реальное количество гораздо меньше, около 20. Остальные просто их повторы с небольшими изменениями. Все они на английском либо японском языках. Расширить библиотеку своими файлами с играми не выйдет. Такой функционал попросту не предусмотрен. Однако вспомнить былое или же познакомить молодое поколение с нестареющей классикой можно. Большинство хитов тех лет присутствует. При выводе изображения на телевизор приставка играет роль геймпада. Кабель для подключения при этом довольно короткий, а картинка получается мутная. К тому же во многих современных телевизорах вход под композитный сигнал выполнен не в виде тюльпанов, а в форме единого гнезда, под которое придется искать переходник. Однако с подключением к пузатым ТВ проблем возникнуть не должно. В целом такая консоль отлично подходит для кратковременных приступов ностальгии. В сравнении же с современными устройствами, экран этой модели кажется не очень качественным, что в свою очередь может сказаться на длительности игровой сессии. Глаза быстро начнут уставать. Если нужен аппарат посерьезнее, может подойти вот эта модель. Такая консоль умеет запускать игры с 8 и 16-битных приставок, а также нескольких портативок нулевых годов. Для некоторых аркадных аппаратов мощности также хватает. Однако экран здесь меньше, всего 2 дюйма. К тому же соотношение его сторон нетипичное для консолей тех лет, а значит и картинка может получиться сплюснутой. Управление схоже с предыдущей моделью, однако турбокнопок тут нет. Вместо них две дополнительных на задней части устройства. Громкость регулируется колесиком, расположенным на правой грани. Аккумулятор съемный. Такая же модель используется во многих устройствах, в случае чего найти ему замену будет несложно. Кабель для зарядки лежит на дне коробки. Производитель заявляет о 6 часах автономной работы. С завода уже установлено 169 игр с различных платформ. Все они работают достаточно шустро, но перевода на русский тоже нет. Зато можно поменять язык самой приставки. Одновременно зажав кнопки старт и селект, попадаем в специальное меню. Здесь можно сохранять и загружать состояние игры, даже если такая возможность изначально не предусматривалась. То есть перед сложным боссом можно создать точку восстановления и не бояться потерять весь прогресс при гибели персонажа. Для загрузки собственных игр предусмотрен разъем под microSD-карту на левом торце устройства. В комплекте ее нет, придется докупать отдельно. В графически сложных играх приставка может вести себя непредсказуемо, от подвисаний до вылетов. К примеру, Doom, который запускали, кажется, буквально на всем, тут работает довольно медленно. Зато кроме самих игр, устройство умеет воспроизводить аудио и видеоконтент. Получится не только скоротать время в любимой игре, но и послушать музыку или аудиокнигу. Кино посмотреть, конечно, можно, но из-за небольшого экрана опыт может получиться не самым захватывающим. Что же касается книг, функционал присутствует, но поддерживается только английский язык и один единственный формат файлов. На самом деле подавляющее большинство таких устройств – это маленький компьютер со специальной операционкой, причем с открытым кодом. А раз софт в свободном доступе, то и умельцев для его улучшения находится предостаточно. Поэтому многие из этих консолей могут гораздо больше, чем заявляет производитель. Однако расширять функционал приходится самостоятельно, изучая в интернете опыт других владельцев. Для любителей прокачки своих устройств отлично подойдет вот эта миниатюрная модель. Металлический корпус и сочный IPS-дисплей на 1,5 дюйма. Кнопка включения расположена на правом торце устройства, а чуть ниже – слот под microSD-карту. Она уже идет в комплекте. Управление классическое. Крестовина, четыре кнопки действия, старт и селект, две дополнительные клавиши на верхней грани. Автономное время работы приставки до 2,5 часов, что значительно меньше предыдущих моделей. Обусловлено это как размерами устройства, аккумулятор здесь тоже миниатюрный, так и ярким экраном. Да и железо тут гораздо мощнее. Однако ничто не мешает играть прямо во время зарядки устройства, например, через пауэрбанк. Операционная система, а также множество игр уже установлены на карту памяти. Кстати о ней, лучше сразу создать ее виртуальную копию и сохранить в безопасном месте. Если с картой что-то случится, то приставка попросту не запустится. Придется самостоятельно искать файл с операционкой и заниматься ее установкой. Помимо кабеля зарядки, в коробке есть переходник на наушники и небольшой брелок-карабит. Устройство поддерживает воспроизведение тяжелых аудиофайлов в высоком качестве без потерь и сжатия. Ярый меломан такому миниатюрному, но мощному плееру точно будет рад. Что интересно, наушники начинают работать только во время запуска файла, а в меню звук все также будет идти через встроенный динамик. Железоустройство без проблем тянет не только двухмерные платформеры, но и полноценные 3D-экшены. Список доступных приставок также внушительный. Как и у предыдущей модели, мы можем сохранять состояние игры, а плюсом к этому менять размер картинки на экране, если изображение получилось недостаточно четким. Если консоль была выключена во время игры, то при включении игровая сессия будет восстановлена. По умолчанию уже установлено две операционных системы. Одна без визуальных изысков, но более информативная, другая стильная, но без быстрого доступа к тонким настройкам устройства. В целом сложно выделить у этой приставки существенные недостатки. Для кого-то это могут быть скромное время работы и небольшой экран. Если нужен мощный, но при этом автономный девайс, стоит обратить внимание на следующую модель. Тут уже и дисплей побольше, и вычислительная мощность посерьезнее. Слева качелька громкости, а справа кнопка выключения, перезагрузки, а также два слота под microSD. В один вставляем карту с операционкой, а в другой – с играми. На верхней грани устройства находим гнездо mini HDMI для подключения к телевизору или монитору, а на нижней – Type-C для зарядки и стереоджек под наушники. Помимо стандартных кнопок управления, четыре дополнительных расположены на задней стенке консоли. Аккумулятор спрятан внутри корпуса и достать его без специальных отверток не получится. Время автономной работы – до 6 часов. В коробке помимо кабеля зарядки находим вот такую защитную пленку для дисплея. Что же касается доступных платформ, приставка максимально всеядна. Любые 2D-игры с консоли прошлых десятилетий идут плавно, без каких-либо фризов. Что же касается тяжелых 3D-тайтлов начала нулевых годов. И даже ряд компьютерных игр конца 90-х эта модель запускает без проблем. На борту установлено более 5000 игр, повторов при этом нет. Соотношение сторон экрана точно такое же, как у старых мониторов и телевизоров, а значит и колдовать с изображением для вывода играбельной картинки не придется. Все шрифты максимально читабельны, а из-за относительно небольшого размера дисплея даже самые пиксельные модели и спрайты выглядят четко. Если же хочется получить опыт, схожий с игрой на старом телевизоре, в меню можно выбрать один из фильтров, имитирующих кинескоп. Для платформ с нестандартным экраном, вроде старых портативок, тоже предусмотрен специальный режим, создающий рамку, имитирующую корпус приставки. Что интересно, даже при выводе изображения на современной монитор, картинка все равно подгоняется правильно, сохраняя оригинальный формат изображения. Встроенный вибромотор приятно дополняет игровой процесс в гонках и файтингах. Две операционки уже установлены с завода. Переключиться между ними можно в меню устройства. В целом отличаются они лишь интерфейсом. Из коробки русского языка ни у приставки, ни в играх нет, но в интернете можно легко найти локализованное ОС под эту модель. Такое устройство можно назвать практически универсальной ретро-консолью. Хороший экран, неплохое время работы, отзывчивое управление и продуманный интерфейс. Единственным недостатком может стать отсутствие поддержки приставок начала нулевых. Справиться с их эмуляцией сможет вот эта модель. По факту это андроид-планшет, но с довольно мощным железом и управлением на физических кнопках. Консоль оснащена сенсорным OLED-дисплеем почти на 5 дюймов. Аккумулятор несъемный, рассчитан на автономную работу до 8 часов. Кнопка включения, она же блокировки дисплея, расположена на нижней грани. Там же чуть левее есть слот под карту microSD, куда можно записать собственные образы игр. На левой грани качелька громкости, на правой клавиша игрового режима и перехода на предыдущий экран. Из коробки игр не установлено, а на рабочем столе нас встречают лишь иконки различных эмуляторов. Закачивать и настраивать образы под каждую консоль придется самостоятельно. Приставка без проблем тянет многие игры с консолей середины нулевых. Более тяжелые проекты с большим открытым миром тоже работают, однако счетчик частоты кадров в них может показывать значение ниже 20. В целом играбельно, особенно учитывая, что на оригинальных консолях ситуация зачастую была схожая. Нативные игры под Android с таким управлением раскроются с совершенно другой стороны. Все-таки аналоговые стики реагируют на нажатие куда быстрее и точнее сенсорного экрана. Про облачный гейминг тоже не забываем. Подключаем приставку и стационарный ПК к одной сети, устанавливаем специальный софт и заходим в наш игровой профиль. Теперь можно наслаждаться современными играми с продвинутой графикой из любой точкой квартиры. То же касается остальных приложений под эту операционку. Видеохостинги, мессенджеры, соцсети. В целом все то, что есть в любом современном смартфоне, просто с другим управлением. Для большего удобства можно подключить мышь и клавиатуру или даже второй геймпад. В общем, устройство прямо-таки создано для любителей экспериментировать с железом и его возможностями. На выбор доступно довольно много моделей, способных эмулировать приставки прошлого, как недавнего, так и давно минувшего. Отличаются они в первую очередь мощностью железа, а значит и списком совместимых платформ. Самые бюджетные варианты могут порадовать довольно скромным списком игр, без возможности добавить новые. Тогда как продвинутые модели в умелых руках превращаются в настоящий комбайн для развлечений. В целом можно найти ретро-консоль для любого случая, это может быть как развлечение на пару минут, так и любимое устройство, которое захочется носить с собой каждый день.